Касаясь киберпобопасности, это очень важная специальность, я думаю, что вы много сами читали, все знаете, так сказать, более подробно об этом скажет Игорь Анатольевич, так, мы единственный вуз, который будет готовить именно по этой специальности, Бакалаврской именно программе, должен сказать, что мы серьезно готовились, так, уже у нас с совместителями работают профессора из киевских вузов, это Киевский национальный университет Ими Шевченко, с которыми мы работаем. Вот четыре наших сотрудника решили на данный момент стать абитуриентами вашего учебного заведения и попытать, так сказать, шанс поступить в ваш вуз, так как в некоторых высших учебных заведениях нет такой специальности, как кибербеспека. Значит, по вступительным экзаменам поступление в университет могут три категории поступающие, которые решили все-таки попробовать силы через вступительные экзамены, это участники боевых действий, это особы, которые по состоянию здоровья не могли пройти ЗНО. Вот участники боевых действий, они к нам на первый курс, на дневную, на заочную форму обучения поступают по вступительным экзаменам. Мы раскрываем преступления в сфере выкоростания платежных систем. К ним можно отнести скимминг, кэштрейдинг, кардинг, несанкционованное списание коштев, в сфере электронной коммерции и хозяйственной деятельности, фишинг, шахрайство, в сфере интеллектуальной властности, пиратство и кардинг. Кардшаринг, это отдельная тема. В сфере информационной безопасности, что немаловажно сейчас, это створение и расповсюджение вирусов, которые на данный момент являются основным проблемным вопросом в нынешней ситуации для предприятий, для государственных органов, для многих коммерческих структур. Это так званые мальвары. Мальвары – это створение, это расповсюджение вирусов и шкодливого программного забеспечения. К ним можно отнести такой вирус, который Петя А. именуется на данный момент. Продолжение следует...